Приветствую, меня зовут Артём Первушин, вы на канале по финансовой грамотности и инвестициям. Месяц-август подошел к концу, и хоть это видео выкладываю в середине сентября, но лучше поздно, чем никогда. Месяц-август подошел к концу, расходы по месяцу я подбил, и получилось, что я потратил за август в месяц 520 тысяч рублей. Давайте посмотрим статьи моих расходов, основные из которых это аренда недвижимости, аренда квартиры и женщина. Остальное там по копейкам, по чуть-чуть набежало, и вот получилось 520 тысяч рублей. Давайте пройдемся по порядку продукты, понятно, готовим дома, еда, когда едим вне дома, развлечения, почти не отдыхал, в основном занимался весь месяц работой в августе. В сентябре будет примерно то же самое здоровье, всякие таблетки туда-сюда, понятно, 27 тысяч рублей, всякие анализы и так далее, приемы врачей, подписки. Это все, что касаемо каких-то подписок, не знаю, на Netflix, на какую-то игру и так далее. Техника, понятно, такси чуть-чуть, иногда из дома выходим, подарки по копейке, одежда совсем копейки и вредные привычки. Вредные привычки тоже присутствуют. Так вот, накапало 500 тысяч рублей в течение месяца расходов. Я рекомендую, для чего вообще это видео снимаю, я буду каждый месяц делать отчеты по расходам для того, чтобы мотивировать вас делать то же самое. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, на дистанции всегда будет видно, как меняются ваши расходы, не знаю, ваша продуктовая корзина, как меняется ваша жизнь, на что вы тратите деньги. В моменте можно отсмотреть, отследить, на что вы тратите деньги, на что их тратить на самом деле не стоило бы. Где можно сэкономить для того, чтобы чуть больше отложить на подушку безопасности, если вы не уверены в завтрашнем дне, или проинвестировать чуть больше. И самое главное, можно смотреть, насколько ваши инвестиции, пассивный доход от них, окупают ваши расходы в моменте. Рекомендую это делать. Достаточно часто случается ситуация, когда вы не записываете расходы в течение месяца, а потом вам просто лень сесть и посчитать, потратить достаточно много времени, пару часов на то, чтобы посчитать все свои расходы. По этой причине я рекомендую делать это, ну, может быть, раз в недельку подбивать цифры, либо в идеале вообще каждый день или каждый раз, когда вы за что-то где-то оплатили, записывайте себе сразу куда-нибудь в заметке телефона эти расходы, а потом в конце дня перед сном сядете, в табличку внесете и наложите спать. Это удобно и важно, самое главное. Из интересного еще, я живу не в России сейчас, и получается так, что с июня по август мои расходы выросли незначительно. Ну, жизнь моя примерно из того же складывалась в августе, что и в июне, чуть-чуть расходы выросли, но незначительно. Они в рублевом выражении, поскольку я живу, как сказал, не в России, рубль обесценивается, и на ровном месте мои расходы в рублевом выражении растут. Но из интересного, они выросли незначительно за эти пару месяцев, хотя в июне это уже, получается, тот период, когда доллар стоил 84 рубля, да, но тем не менее сейчас он ближе к сотне. Сколько он там? Ну, 15-20% он вырос, расходы выросли незначительно. Ну, не увеличились, качество жизни не изменилось, меня это радует. Пока что, по крайней мере, не выросли, будем смотреть на дистанции, что из этого получается. Данные по своим расходам я обновил в инвестиционной таблице в том числе, не туда, зашел вот сюда. Данные по расходам, видите, они чуть выросли. Я не стал учитывать июльские, поскольку там был всплеск, я мало работал в июле, в основном отдыхали, там был всплеск в связи с этим. Ну, это нестандартные мои расходы, поэтому я их учитывать в этой табличке с дивидендами не стал. И видно, что хоть расходы увеличились, видите, да, они выросли, покрытие расходов дивидендами тоже увеличилось, потому что я продолжаю методично понемногу инвестировать. И вот они там составляют уже практически полпроцента. Это мало, потому что я инвестирую на фондовом рынке в акции небольшую сумму относительно своих расходов. Во-первых. Во-вторых, даже с учетом того, что там всего лишь полпроцента окупается дивидендами сейчас, самое главное, что динамика положительная, главное, что доход постоянно увеличивается. И обращаю ваше внимание, в тот момент, когда мои расходы будут покрываться дивидендами, ну, скажем, процентов на 10, а я относительно своих расходов там немного денег инвестирую на фондовом рынке, еще раз повторюсь, там 500 тысяч трачу, 50 тысяч инвестирую. То есть, ну, где-то около одной десятой. Получается, что в момент, когда мои дивиденды будут покрывать расходы на 10%, я эти дивиденды буду реинвестировать, а это значит, что 50 тысяч рублей в месяц я буду получать дивидендами. То есть, 500 тысяч расходов, 10% от этого 50 тысяч. И учитывая, что я 50 тысяч инвестирую и так каждый месяц, плюс 50 тысяч будет капать дивидендами, у меня прогресс пойдет достаточно быстрыми темпами в тот момент. То есть, понимаете, к чему я клоню, да? Чем выше вот этот вот показатель покрытия расходов дивидендами, тем быстрее он на дистанции будет расти. А чем быстрее он будет на дистанции расти, значит, там взять еще период, скажем, на год после, он вырастет еще сильнее. То есть, тут снежным комом по экспоненте будет рост. Первые 10% будут там достигаться медленнее всего. И меня радует, что уже полпроцента имеется. Это сколько ожидаемый дивиденд в месяц? 2300 рублей, при том, что я говорю, около 50 в месяц инвестирую. Прибавка там 2000 рублей к этому, но это где-то еще процентов 5. Уже на 5% сумма моих выполнений, можно сказать, выросла пассивно абсолютно за счет ожидаемых дивидендов в месяц. Вот так вот. Я рекомендую всем начинать инвестировать, считать свои расходы, считать свои доходы. И еще из интересного, я когда жил в Москве, у меня расходы, по-моему, вообще не опускались ниже миллиона рублей в месяц. Бывали периоды, что там 2 или 3 миллиона за месяц потратил. Ну, понятно, что доходы позволяют, и это нормально, но с точки зрения капитала, с точки зрения его сохранения, с точки зрения приумножения, это финансово невыгодно, можно сказать. И мне нравится, что я, по сути, с Москвы уехал, я выехал из России, даже при слабом рубле, моя жизнь особо не меняется. Я как там, что в Москве плюс-минус так же потреблял, что здесь потребляю, плюс-минус так же, но расходов заметно меньше. Мне это нравится. Если вы живете, ну, например, в Москве, у вас доходы абсолютно небольшие, расходы высокие, то я бы предложил рассмотреть вариант куда-нибудь переехать, где ваши расходы на точно такую жизнь будут значительно ниже. Если же, наоборот, у вас ситуация, что вы где-то в регионе находитесь, у вас расходы достаточно высокие, а доходов нет, вы там в какой-то потолок уперлись, не платят вам денег в вашем городе, наоборот, стремитесь куда-нибудь в Москву, куда-нибудь в какие-нибудь региональные центры, как минимум, для того, чтобы увеличить свой доход, ну, первое время старайтесь расход держать по минимуму, чтобы отложить вот эту дельту на инвестиции или там на подушку безопасности. Что ж, я напомню под конец, что инвестирую я через брокера БКС, это топ-1 брокер в России по объему активов клиентов, поскольку он вообще без комиссий для инвесторов. Я вообще ни разу в БКС не заплатил ни копейки комиссии, поскольку я пассивные инвесторы только покупаю активы, а за покупку они комиссии не берут. Ну и счет бесплатный, ежемесячно 0 рублей в месяц вы платите за него. По ссылке внизу я оставлю рефералку, можете завести за 5 минут онлайн, не посещая офис, себе брокерский счет, который также будет для вас абсолютно бесплатным, 0 рублей в месяц, и также без комиссии у вас будет автоматический тариф инвестора подключен. И более того, вам бесплатно выделят персонального менеджера, его зовут Сергей, персонально у вас будет финансовый консультант, он вас может проконсультировать по любым финансовым вопросам, в том числе и портфель составит инвестиционный абсолютно бесплатно, и поможет активы перевести от другого брокера. С любым вопросом, в общем, можете к нему обращаться, он после того, как вы счет откроете, позвонит, представится, познакомится, ну а также его контакты будут внутри вашего кабинета. Там чатик с ним будет и номер телефона. Вот ссылка внизу, пользуйтесь такой возможностью. Ну и считайте свои деньги, инвестируйте, откладывайте, достигайте финансовой независимости. Удачи!